Андрей Мамыкин Благодаря колоссальному объему информации об Андрея Мамыкин, как о политике, журналисте, теле- и радиоведущем, кажется, что мы об этом человеке знаем практически все. Но есть формат частной территории, где мы будем говорить не о профессиональном. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Самый первый вопрос, что бы вы делали, если бы не политика, не журналистика, не теле- и радиоведение? Если бы поставили перед вами условия, ничего из этого, что-то другое? Если бы сохранился Советский Союз, я бы очень попытался стать космонавтом или летчиком. Это первая осознанная мечта. Наверняка я мог бы работать в полиции, потому что я хотел быть милиционером. Там есть немецкие овчарки. И, может быть, я бы лечил животных, потому что в начале 90-х я даже учился один год на факультете ветеринарной медицины. А друг второго супруга моей мамы, такой доктор Сергей Андреевский, он меня заразил ветеринарной медициной. Он, к сожалению, уже умер, но вот он был таким любителем собак во всех смыслах, в том числе любил их лечить и помогать животным. Но милиционером только из-за собак? Из-за собак, из-за того, что сериал был популярный в моем советском детстве, мухтары, все эти не нынешние мухтары, а те советские мухтары. Не отличаются. Потом у родителей, у дедушки с бабушкой постоянно включен был следствие «Ведут знатоки», старый, с Палпалчем Знаменским, вот этот вот фильм. И все это как-то влетело в уши и в мозг детский, и мы даже в милиционеров играли в дворе, в моем родном на юге, в Риге. Ага, вы играли в милиционеров. Какая роль обычно доставалась вам? Преступника или милиционера? Милиционер, милиционер. Вы сами выбирали себе роль или вам кто-то выбирал роль? Не-не, ну мы как-то сорганизовывались с ребятами, по-разному было, но я всегда был милиционером, преступниками. А кто соглашался на преступников, интересно? Ну, были у нас ребята-хулиганы, потому что им нравилось убегать, им нравилось там в засаде быть, а сейчас я буду стрелять по милиционерам, говорили они. И я, значит, изображал, что у меня, не-не, я падал там, меня там товарищ тащил какой-то в штабик, штабик был в кустах из акации на школьном дворе у бывшей 44-й школы вечерней. То есть это все было так очень-очень... Это Рига. Это Рига, да, югла. Хорошо, но Рига не ваш родной город? Ну, так получилось, что я родился в Ленинграде, у меня мама, родная моя мама училась там в Ленинградском институте авиационного приборостроения, я там прожил полтора месяца. Поэтому я, ну, везде пишу в CV, и журналисты пишут место рождения Ленинград, что правда. Ну, вот я и откопала, вот думаю, интересно спрашиваю. Я считаю себя рижанином, я рижанин, я в этом воздухе родился, и улюблю, и умру. Все-таки родина, она здесь. Хорошо, а в Риге есть какое-то место, которое у вас вот четко ассоциируется с местом безопасности, спокойствия, может быть, из детства какое-то такое? Это тоже опять только югла, микрорайон югла. Вот эти вот хрущевки, пятиэтажки, и где, так получилось, что до семи лет я только жил у бабушки с дедушкой, а потом они меня опекали фактически, ну, до смерти бабушки и дедушки. То есть я в какой-то момент мне казалось, что они мои настоящие родители, бабушка и дедушка, по маме, мамины родители. Дедушка привез меня из Ленинграда полуторамесячного, он устраивал меня в детский сад, как своего сына там где-то подделал документы, потому что внуку нельзя, а сына как-то можно было на заводе устроить в детский сад 112. Вот, и вот это вот место родное, это югла. Вы можете сказать, что бабушка с дедушкой участвовали в формировании вас как личности? Абсолютно. Кто-то еще? Все самое хорошее, что во мне есть, это бабушка и дедушка, все самое гадкое, мамыкинское, что знают телезрители, это я сам на улице нашел. Замечательно. Хорошо, а если определить какие-то чекпоинты вообще вашей занятости по жизни, чем вы занимались? Ну, подключим сейчас обратно политику, журналистику, да, и телевидение, радио. Что из этого всего или, может, то, что мы не знаем, для вас вот самое-самое, вот кайф заниматься? Ну, телевидение, конечно, я любил эту профессию. У вас жесткие такие программы. Ну, я любил, я работал, мне нравилось сидеть в редакции до 2-3 часов ночи, но я, правда, имел право там прийти к 12 дня или к часу и выспаться, и детей в школу может отвезти. Потому что у нас все-таки вечерние эфиры были. А мне нравилось гостей выманивать, мне нравилось их разговаривать, разговорить в смысле собеседника, разболтать. Вот, мне нравилось показать зрителям что-то полунамеком, не сказав напрямую. И мне, конечно, кайф абсолютно от прямого эфира. Ты вот сейчас говоришь, это летит электронами, и это сейчас во всех телевизорах. Это не монтируется, это не подделывается, это потом не... Это вот здесь и сейчас происходит. Это определенный адреналин, драйв такой дает, оно такое... Ну, да, ну, есть, наверное, да, но если страх камеры, у меня его не было вообще никогда. Мне страшнее было в Европарламент первый раз войти. Вот там многие подкосились 5 лет назад, а страха камеры не было. А в чем страх войти? Ну, ну и... Ну, так там же... Там же такие же люди. Там дядьки, ты которых раньше видел только как фотографии в Financial Times, да, и по телевизору, по Евроньюзу. А мне кажется, твои коллеги все там бывшие президенты, премьеры, хлопают тебя по плечам. И у меня первое ощущение было, мама, ради меня обратно. Мама, ради обратно это все, я не хочу, кто меня избрал. Как долго пришлось привыкнуть, и вы почувствовали, что вот оно все и пошло, и по течению? Не долго, а примерно год. Год, да. Ну, это достаточно большой срок. Да, я, ну, да, я... Напряженная работа над собой, я так понимаю. Ну, и над собой, надо понять, как это работает, это так кажется, Европарламент. Чтоб своим стать-то? Не то, что своим, это просто, вы не представляете, какая-то огромная машина, да. Это 5 тысяч только штатных служащих, 751 депутат. 5 тысяч служащих, да, которые вот советники там всякие. Целый мир. Да, и этот занимается этим, и парламент еще маленькая организация, сравнительно, потому что в Европейской комиссии 25 тысяч человек работает. А еще есть всякие европейские агентства, а еще и Совет Европейского Союза, где главный государственный правительств, там тоже свой став. Но самый большой парламент в мире? Нет. Европарламент, нет? В Европе, да, в мире нет, потому что более 2200 депутатов в парламенте Китая, национальной ассамблеи, поэтому в мире нет. Как я про них забыла-то, а? Китая нет. Про этих ребят, ну, они же там все самое такое. Андрей, скажите, когда вы стали уже известным, знаменитым, популярным, вы это почувствовали, понятно. Как вы относитесь к лесте в свой адрес? Я это почувствовал по краснеющей со мной супруге, потому что она говорит, ты опять ковырялся в носу, ты опять в носках разного цвета вышел. Мне это очень... Она говорит, а в магазине, в супермаркете выстроились люди, просто смотрели, как на животное. Я же не вижу это в зоопарке. Она говорит, мамыкин пошел, да, еще носу ковыряются. А мы ему верим. То есть вот это потом пришлось, что называется, фильтровать базар, то есть следить за языком своим поганым и как-то выглядеть соответствующим образом, посмотреть в зеркало лишний раз. Ну, то есть домашним как-то прилетает популярность. Поэтому с популярностью, с популярностью, вот так. Лезть, я могу, могу пасть на лезть, могу, как любой человек. Вы такой умный, вы такой хороший. Андрей, не пропустил меня в вашей передаче. Ну, я просто слышала, поэтому я буду... Мы вас так любим. Мы говорим, одолжите 2000 евро. А. И ты понимаешь, что в этот момент ты, пам, по голове ложкой. Или там еще что-то. Холоденькое добавили. Но он как-то не знаю вообще. Говорите, много информации. На самом деле я стараюсь о себе не рассказывать. И мне кажется, я очень закрытый. Люблю одиночество, люблю один. Чтобы никто меня не трогал, даже дети. Там лопаты поковырятся на клумбе в саду. Чтобы никто не трогал, чтобы никто не звонил. Когда я забываю телефон, это... То есть, когда пусть весь мир подождет, это лопаты, сад? Ну, нет, я как человек обязательный, меня все-таки хорошо бабушка с дедушкой воспитывали. Там надо отзвонить, отзваниваю, надо. Дал слово, старайся выполнить, по разгильдяйству можешь забыть. Ну, так, чтобы сознательно... Да, воспитание было, конечно. Ну, я очень людей боюсь, пугаюсь, не люблю их, они все злые. Они все хотят обидеть. Я боюсь, у нас много общего. Сейчас так хоть раз говорю. Просто как-то говорят, пойдем в компанию. Нет, давайте куда-нибудь. В сад, все в сад, все в сад. Хорошо, когда вы остаетесь один и хотите побыть один, да, то это что-то очень доступное, близкое. То есть, ну, вот как сад, огород, что еще? Или иногда вот бросить все, чертовой матери, и вот вообще улететь. Вот далеко. Ну, нет, я, кстати, совершенно не путешественник. Не можете сказать, позволить или не хотите? А, не хочу. Позвольте, наверное, могу, и раньше мог. Не материально, в смысле, а вот что, бросить там. Как на курорте. Я был на съезде социал-демократов недавно в Мадриде, но я Мадрида не видел. Я хочу процитировать. Я сделал три фотографии из автобуса, которые в аэропорте. Хочется процитировать, знаете, это платье фильм был. Каждый советский человек хоть раз добывал, в Турции, да, да, а здесь вот Испании нет, да? Нет, в Египте нигде не был. Вот с женой, чтобы вот так вот на курорте, ей это тоже не нравится. Хорошо, какие места у вас вот такие вот, ну, вот ваши любимые проторенные дорожки? Ну, вот есть какие-то, мы можем просто сесть, это, к сожалению, все реже и реже бывает, с супругой сесть, взять термос, бутерброды наскоро сделанные, и поехать на берег Даугула в Риге, вот на тот берег, где национальная библиотека, и посмотреть на старый город, на этот вот типичный кардиограмму, рельеф лишеский, мне он не нравится. Поесть бутерброда, вернуться домой. Но сейчас уже детей, уже три штуки, уже тяжело так все бросить. Дети видят папу вообще? Хотел спросить, вот с этой занятостью. Не видели бедные, потому что раньше сидел же, полночи сидел передачу делал, потом полдня отсыпался дома. А сейчас пять дней прожил в Брюсселе или в Страсбурге, и два дня, ну, эти два дня, да, они видят. Они даже готовятся. Хорошо, папа как-то реабилитируется, добавляет, как-то, когда внимания детям не хватает, родители по-разному себя ведут, пытаясь компенсировать это, да. Каким образом вы вот даете детям за то время, когда вы не рядом с ними? А на самом деле ребенку, это я понял, вот к 43 годам ребенку надо очень мало. Ты можешь запустить с ним бревно в лужи, и он будет счастлив, потому что мы с папой бревно в лужи запускали, ему не надо дорогой компьютер. То есть дорогой компьютер, они тоже все клянчат, конечно, это понятно, или там телефон обязательно, а у соседа по парте дороже, а почему у меня кнопочные, а у него уже там сенсорные, да. Вот это всегда, но внимание, и я очень виноват перед своими детьми, я сейчас начну каяться в вашем эфире, я не додал им внимания, потому что старшему уже 17 лет, 18-й год, это такой дядька, который выше меня на три головы, шире в плечах в два раза, и он вырос, он вырос где-то, он вырос, хотя у нас какие-то другие отношения такие доверительные, серьезные темы начали. Он с пониманием относится к этому сейчас, вот в 17 лет, нет у него обиды? Мне кажется, у него как-то была вот обида, нет, все равно обида есть, вот есть обида, вот мне было в детстве обидно, когда мне что-то не додавали, детям обиды, я знаю, что есть, хотя он как-то уже взрослый, самостоятельный, и он говорит, нет, и уже как-то он, вот у меня, я понял, что ребенок вырос относительно недавно, когда я немножко выпив, там семейное тоже место было, разболтался с ним за жизнь, и вот не было сигарет, я тогда курил, вот недавно бросил, чем очень горжусь, и он говорит, пап, я тебе сейчас сбегаю за сигаретами, тебе же не продадут, и он прибежал, и принес мне сигарет, я понял, что пороть, говорить, как тебе не стыдно, все это вот, это время ушло, он равный, он равный, и он однозначно умнее, ну, вообще, это следующее поколение должно быть умнее, чем предыдущее, вот оно, дети вырастают, на это рассчитывают, умнее, хитрее, мудрее где-то даже, несмотря на то, что по годам, мы не младше, ну, строгий папа, в целом, вот так вот, если, по отношению, я могу нагнать страха, и они и ревели, и, конечно, я могу сорваться, я бы сейчас соврал вашим зрителям, если бы я сказал, нет, я всегда такой добрый, но на самом деле, вот так вот постоянно, да, я человек настроения, в основном, оно у меня хорошее, хочется всех, конечно, любить, обнять, мороженое пойдем, купим два ящика мороженое, все съедим, макдональдс, прекрасно, это же самая полезная пища, а кока-кола, нет ничего лучше, пока мама, пока мама не видит, не видит, не слышит, я, конечно, больше такой разгильдяй добрый, но могу крикнуть, могу сказать, что ты делаешь, почему, тема, почему у тебя опять не зачет, где ты был, ты прогулял историю, там еще что-то, могу нагнать страху, то есть, и страху нагнать, и в макдональдс сходить, все, пока мама не видит, пока мама не видит, если говорить о предложениях, о которых невозможно отказаться, есть такое, что все измеряется своей ценой, всему есть цена, есть ли что-то, Андрей, что никогда никому и ни за что? Не знаю, по ситуации смотреть, вы задавали вопрос, я вспомнил своего друга, полковника, подполковника полиции, он давно-давно уже на пенсии, и он еще в такое полсоветское время, в 90-е годы занимался борьбой с коррупцией, ну вот тогда еще не было Кнаба, и он говорит, нет такой взятки, которую нельзя было бы человеку дать, и он примет, вот он такой вот полицейский, один откажется, потому что оскорбительно, как мама, мало, другой откажется, потому что страшно, как много, но в середине, говорит, все дают и берут, и вот он, этот человек, хороший мой приятель, он вот ловил взяточников, еще в то время, поэтому отказаться, примеряя на себя, мало предлагали, я не знаю, это какой-то жанр альтернативной истории, кем бы я был, если бы я не был на телевидении, не знаю, случайно попал, понравилось, случайно попал, журналистику понравилось, почему случайно? ну, случайно, я в политику попал, журналистику. звали его Алексей Павлов, и мне было 20 лет, ему было тоже 20 лет, в день рождения его, он отмечали, и в общем-то, это такой, это судьба, это человек ошибся квартирой, вышел с ружьем охотничьим, выстрелом в упор, практически убил его, человек только-только освободился из тюрьмы, шел вообще этажом выше, ну, я, в общем, рассказывал эту историю в каких-то интервью, и мы на похоронах встретились с одноклассниками, и один из них работал охранниками в доме печати, он сказал, хватите Мамыкин коровам хвосты крутить, а я тогда хотел быть ветеринаром, иди, в газете СМ сегодня ушла целая плеяда журналистов, там, Коля Кабанов, Алекс Алёхин, Костя Гайворонский, Андрей Беляев, Гарас, Саша Покойный, ушли делать газету в «Семь пятниц», и в отдельной новостей просто никогда не работал. Я случайно как-то зашел и попал в руки Марины Михайловой, то есть я хотел скоротать август месяц, каникулы до учеба. И как-то я у меня этот вечный август потом на 20 лет. Ну, наверное, были предпосылки какие-то все-таки к этой деятельности, хорошо писали, хорошо излагали мысли, сочинения на пятерки. А журналистик это не сочинение? Ну, да, да, да. Это немножко другое, это видеть суть вещей. Но мне нравилось, как говорил Шерлок Холмс, совать свой нос в чужие дела. Мне нравилось эту информацию вытаскивать и выуживать, и потом рассказывать. Ну, когда надо было садиться и писать, это самое страшное наказание. Потому что я начинал как газетчик, это была СМ, потом была газета «Час», потом еженедельник «Суббота». Ну, я потом сотрудничал с разными газетами, журналами, такие вот основные редакции, это вот эти три. И это нужно еще сесть написать. Ну, я же уже все рассказал. Другу, соседу по кабинету, редактору. Есть нормальности, да. Да, и надо еще это все написать в следующий номер. Вот это было, конечно, тяжело. А подслушать, поднюхать, подсмотреть, это милое дело. Слушайте, вот это, да. А вот какая редакция запомнилась больше всего как самая трэшовая такая? Ну, где было тяжелее всего? Вот место работы, где было просто... Ну, первое, потому что газета СМ. Газета СМ, 11 этаж дома печати бывшего издательства ЦК Компартии Латвии. Был 96-й год, это страшно сказать, 23 года тому назад, почти. Мне так кажется, что это вчера было. Вот, и Марина Михайлова, и у нее такие правила. Она вообще человек был от строгих нравов, и она по профессии учитель, но учителем русского языка она работала на зоне в женской тюрьме. Продолжительное какое-то время до того, как пришла в газету советская молодежь, и у нее было жесткие правила. Вот пять байк написал, получишь ключ от кабинета. У нас были ключи такие, как внештатники. Я написал пять байк, байками называли статьи. Говорю, Марина, где мой ключ? Она говорит, нет, пять своих байк, я за тобой переписывала. Ты понимаешь, что это пять действительно не твои байки, это пять ее байк, потому что она поменяла заголовок, поменяла водку, лит, переписывала, перекомпоновала абзацы, и вообще из 5000 знаков сделала 250, и ты попал на первую полосу. Это тоже талант. Вот это было и самое трешовое, но при этом я с огромной теплотой вспоминаю. 1996-1998 год, с огромной теплотой, как подпись в газете. На таких можно равняться и с такими работать за честь. Мне чуть-чуть удалось с ними, вот Александр Сергеевич Блинов, конечно же, но слава богу, он жив и здоров, но просто нету того 11-го этажа, нет той газеты, нет той атмосферы. Был Паша Разуваев, он вообще уехал в город Салихард с полярным кругом. Да, они близко. То есть вот это просто. И я такой зеленый, сопля зеленая. Кто бы знал из них, тогда до чего дорастет, вам бы повторять не буду. Лезть не бывает грубой, но вам удалось. Да? Ну, нет, я не отличилась. Нет, я отношусь очень так. Познер журналист, я нет. Правда. Ларри Кинг журналист, я нет. Я так и относился к этому. Случайно попал. Ну, это мамонти такие, агулы просто там. Мамонти. Хотел спросить вот такой, спросить вопрос. Спросить вопрос? Да, спросить вопрос. Проще быть начальником или подчиненным? Вот работая в редакции, когда есть начальник, либо когда вы сами руководите людьми? Вот что? А я никем не руководил, больше, чем полтора человека. В моем подчинении никого не было. Так образно говоря. Ну, может, два. На ТВ-5 был помощник Гриша, ну, и вот какой-нибудь журналист, который снимал сюжет. Ну, каждый день он мог быть новый, а мог быть там неделю постоянный какой-то. И я их начальник. Поэтому, когда я стал депутатом Европейского парламента, у меня четыре помощника в Брюсселе и четыре в Риге, да, я не знаю, как руководить, у меня бардак постоянно какой-то. Они делают, что хотят. Они уходят в отпуска, когда хотят. Как начальник, понятно. Я понимаю, ну да, ну там ребенок заболел, значит, надо. Они, конечно, очень довольны и говорят, что я неплохой начальник, но руководить мне тяжело. Если вот делить людей на типы актер и режиссер, то я человек-актер. Мне легче выполнить, чем придумать. Никогда бы не сказал, правда. Да, актер. Честно говоря, я думала, что вот режиссер, который вот за ниточки вот дергает, вот это вот все управляет, вот такой вот. Вот реально мне такое впечатление было. Актер. Дома у нас жена. Все, я говорю, послушай, у нас что-то с водопроводом. Я говорю, дорогая, не моя могла бы ты решить эту проблему сама? Ну ты, Мамыкин, корон злится на мне по фамилии, не знаю, почему со школы знакомы. Ну ты нахал, она мне говорит. Ну тогда я беру трубку там, алло, сантехник, у нас труба течет. Выполнить роль мужа. То есть вот мне очень нравится, чтобы кто-то решил. Я вот думаю, не думаю, потом жареный петух, как у русского человека, клюнет в задницу, и все, и ты начинаешь бегать. За пять минут делаешь те сто дел, которые не мог сделать до этого, за три месяца. Это я. Ах, вот они развенчиваются, как мифы. Хорошо, хорошо. На что не хватает времени? Вот бывает такой момент, но опять вот именно на это не хватило времени. Что откладывается, откладывается, ну вот хочется, но откладывается. на близких, на близких, на детей, на друзей. Даже на хорошую книгу стало чуть-чуть больше времени, потому что, ну ты минимум шесть часов в самолете полетного времени. Вот сейчас вот с последним моим графиком. Когда у Рига-Брюсселя? Ну три часа. В понедельник Рига-Брюсселя, в пятницу Брюсселя-Рига еще три часа. Вот там, ну там два двадцать, два с половиной, еще большие самолеты стали летать. Раньше маленькие были. Шесть часов чтения или сна крепкого, а близких не хватает. И я думаю, вот как бы сейчас дедушка был бы жив, как бы я его спросил бы там и про войну, и про 70-е, и про Сахалин. И вот это все. Сейчас жадно какие-то ловишь моменты, по крупицам собираешь. Там вот в архив я написал, где он служил. Ну, в годы Великой Отечественной войны, да, какие-то... Вот это интересно. Там на сайте подвиг народа нашел, тоже его оказывается. Приказы есть, награждение там, почему-то, за доблесть, за отвагу медали, за что он получил. Как бы я вот с ним поговорил, вот за это потом все очень кореши, очень... И что деде... Вот старший рассказывал, Тема, 17 лет тоже, вот он же вырос. Как бы я с ним вот с пятилетним бы по лужам мы пошлепали. А мы уже лужи не нужны, он же вырос, он же большой. Но сейчас среднему 10 лет, младшему 2 года. Все впереди. Есть, есть где, как говорится, наверстать. И, кстати, для старшего, учитывая опыт, что хочется у дедушки спросить, а дедушки нет, почему? Что-то писать уже для детей. Вот на будущее, вот описывать все это. Ну, я начал писать такую странную вещь, это я назвал свалка в компьютере, в портативном, переносном, какие-то заметки, какие-то вроде начал писать про политику, потом перекинулся на личную жизнь. Ну, там семья, бабушка, родной двор, прабабушка, я помню прабабушку свою до 7 лет, Ксения Федотовна, единственная прабабушка живая, которая была в моей жизни. Какие-то диалоги, потом с какими-то политиками встречался, потом это мне сказали по секрету, я говорю, ну, это же мне по секрету сказали, что я написал, напишу на всякий случай, ничего не знал еще. Потом думаю, политик этот уже умер, ситуация-то разрешилась, ситуация полная ерунда, сейчас это никто читать не будет, но 3 года назад мне казалось, ой, я какую сенсацию знаю, написал себе тоже в компьютер. то есть какая-то такая, что-то бродит и бредет, но, не знаю, книгой назвать это сложно. А вот в жизни, наверное, у каждого человека из жизни момента есть в авиации такое понятие флаттер. И вот я слышала такое сравнение с человеком, что когда мы перед какой-то очень-очень стоим дилеммой да или нет, быть или не быть, мы испытываем вот этот флаттер, вот этот момент перехода в сверхзвуковое пространство. Там делать спокойно, тишь и гладь, но нужно набраться смелости и его преодолеть. Либо мы остаемся внизу, то есть в привычной на среде, в привычных ситуациях, да, либо мы все-таки вот жестко принимаем решение и вот этот вот момент, вот этот вот турбулентности страшной проживаем, но мы знаем, что там будет круто, классно и все-таки будет хорошо. Приходилось ли вот часто ли приходится идти на риск вот такой? Неважно, в работе. Я вообще как-то очень легко принимаю решение, потому что я верю в судьбу и я потом принимаю решение, я забываю о них, о том, что я что-то должен, мне там, жена или дети напоминают или помощники, но такого прямо вот какого-то кардинального, у меня не было такого вот, что-то прям жизнь или смерть, слава богу, да, вот что можно жизнь отдать, друга спасти или там ребенка из огня вытащить, я не знаю, какие-то картины сейчас, киношные вам сюжеты кидают. Этого не было, слава богу, в моей жизни. Там направо пойти или налево. Ну, а политика, идти туда или не идти, ведь после журналистики политика началась, ну, бог это момент. Очень просто, есть какие-то есть принципы, я там, 10 заповедей, все это высокопарные слова, я сейчас, наверное, очень неправильные слова скажу, но я их все равно скажу. Договорите. Это все к политике не имеет никакого отношения. Я для себя придумал два принципа, не обижать слабых, не брать чужого. Это христианские принципы, они какие-то недохристианские, если так вот, философию христианства, да, вообще основа, основа, евангельская, вот, вот, любовь к Христа. Сильных можно обижать, троллить, бороться, получишь по соплям самому, самому будет больно, вставай, ты сам этого хотел, Мамыкин. Но слабых не обижай, не слабей. И не брать чужого. Вот в моральном смысле, да, в материальном смысле, какие-то вещи, я не знаю, какой-то человек, отношения, вот это вот, не брать чужого. Вот эти два принципа, они как-то сами у меня сложились тоже какое-то количество лет назад. Потому что раньше я и слабых обижал, и чужое брал. Было дело? Да, ну в смысле, ну как бы, раньше совсем раньше, ну то есть. Ну там 20 лет мне было, 25-30, вот я как-то не думал, что человек не может мне дать сдачи, чужая, издеваясь над ним, глумлюсь. Вот как-то сейчас начинаешь думать, ну может, может это возраст уже, потому что по-другому все ощущаешь, конечно, спустя там 20 лет. А какое возможно, представляете, время заканчивается? У нас, вот как-то это совсем мало. Время бесконечное, время бесконечное, Бог бесконечен, Вселенная бесконечна, любовь бесконечна, душа наша бесконечна. Сейчас же вот... Оператор нам сказал, что нас бесконечна. Пасха была 28 апреля, правильно? Это вот 40 дней можно, Христос воскресе. Время бесконечное, душа наша бесконечна. Красивые слова такие, вы знаете, я хотела спросить, вот вашу, для зрителей, для всех, ваши слова, которые сейчас вас поддерживают, какая-то философия, это можно отнести эти слова, или есть еще что-то, что вот в данный момент, в данный момент жизни вас поддерживает, поддерживает ты, когда трудно, или что-то, вы про себя это проговариваете, как-то, или вспоминаете. Было пару моментов в политике. Я повторял слова, прям слышал голос своей супруги, она мне говорила, я с тобой. Вот ее нет, там за тысячу километров переговорки какие-то ведешь. Было несколько таких, ну вот, надо было выбор сделать, может быть, вот тогда я чуть-чуть попотел, делаю выбор. Она говорит, если что, я с тобой. И вот это я с тобой была, у меня там, она где-то в ушах, вот здесь вот звучала фоном, а вот это дает силу. Это своеобразный парашют. Да. Я с тобой. Когда вы прыгаете? Не страшно. Супер, спасибо большое, Андрей, за беседу. Спасибо вам. Было замечательно, интересно, очень жаль, что заканчивается время. Сегодня в гостях у меня был Андрей Мамыкин. До следующих встреч, всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!